Сами материалы, поскольку в интернете очень много обсуждается, что есть два тома в этом деле. Я сейчас вам продемонстрирую то, что называют вторым томом. Это не второй том дело. Это называется наблюдательное производство. Что это за документ? Вот еще раз. Просто иногда вот этот документ второй называется вторым томом уголовного дела. То есть это не второй том дело. Дело состоит из одного тома. Это наблюдательное производство, в котором группируются документы, Можно я поставлю? Прокурор контролирует расследование основного уголовного дела. Поэтому в наблюдательном производстве также есть документы, связанные с делом. Есть копии допросов, есть копии запросов и так далее. Так, с этим разобрались. Все? Все, поздравлюсь. Спасибо. Что? В одни руки, вот и кинули. Да, пожалуйста. Тут и не поспоришь с гражданином-прокурором. На обложке данного наблюдательного производства черным по белому написано «Наблюдательное производство по уголовному делу о гибели туристов-студентов УПИ», которое было начато 28 февраля 1959 года, закончено 28 мая 1959 года. Этот заголовок написан на первой обложке наблюдательного производства, находящегося во втором томе дела. Это даже не обложка, отдельно отрезанная и вклеенная в дело за фальчик. Это папка дела, целиком вшитая в новую обложку. Вот на этом скане видна оборотная страница папки наблюдательного производства, за которой отчетливо просматривается лист заверителя дела с четко выраженной буквой И и следующей округлой буквой С, что указывает на слово «лист». Лист заверитель дела располагается последним листом в деле. В начале каждого дела на бумажном носителе подшивается бланк листа использования документов, а в конце дела – бланк листа заверителя. Что такое лист использования документов? Вот на этом скриншоте можно видеть данный лист в самом уголовном деле, а под рукой прокурора в наблюдательном деле – лист использования документов. Лист использования – документ, предназначенный для отображения информации о документах архива организации, которые были использованы для ознакомления пользователями. Лист должен содержать следующую информацию – дату использования конкретной единицы хранения для ознакомления и фамилии лица, которому были выданы документы с целью ознакомления. Характер использования документа – просмотр, чтение, выписка, информационное копирование документа и т.д. Подпись лица, которым была использована информация. О листе заверителей я уже говорил ранее. То есть в листе использования указаны фамилии всех граждан, когда-либо прикасавшихся к делу. Конечно, если у этих граждан не имелось хороших связей в архиве для получения дела на руки, и эти граждане, без всякой волокиты, могли вынести дело за пределы архива, о чем сегодня с упоением повествует господин Карелин в своих рассказах о том, что в 80-е годы какой-то мужчина выносил дело группы Дятлова из архива и давал его всем желающим с ним ознакомиться. Вплоть до 91-го года за такие действия для ответственных лиц полагалось уголовное наказание, если, конечно, это не очередная утка для поддержания темы трагедии на плаву, в чем очень заинтересованы некоторые журналисты. Вспоминаем человека в сланцах, в ногах у которого на полу его квартиры валяется это самое наблюдательное производство. Дело группы Дятлова лежит сверху. Виден современный файл, линейка, палас. Стул, на котором лежит схема, явно не офисный. Ну и по архиву в резиновых сланцах на босу ногу передвигаться не очень культурно. Данный снимок является зафиксированным на цифровом носителе фактом не только несанкционированного выноса материалов из здания архива Свердловской области, но и фактом незаконных манипуляций с документами и информацией в них, находившихся и по сей день находящихся под защитой государства. Кто знает, какие действительно секретные дела выносил этот человек из архива, что он с ними делал, и самое главное, кто из работников архива этому человеку в сланцах помогал. Ведь это нарушение закона, и данное деяние было совершено уже в новом государстве, не при СССР. Как же такое может быть, чтобы папку вшивали в другую папку? С некоторого времени Министерство юстиции СССР в перечнях и приказах по ведомству дало распоряжение об обязательном вшивании дел, предназначенных для постоянного и длительного хранения, имеющих мягкую обложку в твердый переплет. Как можно понять, наблюдательное производство имеет мягкую обложку, как обычная папка с крошевателем, изготовленная из мягкого картона. Не найдено мной информации, было ли данное действие в 50-х годах обязательным к исполнению в делопроизводственных отделах прокуратуры и МВД. Но в 70-х годах это действие было обязательным к исполнению. Заголовок на данной обложке вызывает вопрос об адекватности человека из отдела делопроизводства Свердловской облпрокуратуры, прошивавшего этот фолиант, прекращенное уголовное дело о гибели туристов в районе горы Атартен, город Ивдель Свердловской области. Этот сотрудник отдела, у которого был начальник, контролировавший подобные действия, пишет заголовок, не имеющий к данному производству никакого отношения. Он обязан был полностью перенести вот эту информацию на твердую обложку, буква к букве, цифра к цифре, а мы видим совершенно непотребную от себя тяну. Самодеятельность какая-то. Куда смотрело начальство? Или все находились в неадекватном состоянии? Попробуем с этим разобраться. Вот архив Свердловской области принял на хранение данное дело под отдельным номером единицы хранения. 660, когда у одноименного дела номер 659. Интересно было бы взглянуть на опись фондов в архиве Свердловской области, под каким названием была принята единица хранения 660 из фонда Р-2259 в 1974 году. Ну что же, давайте посмотрим опись. Фонд Р-2259. Опись номер 1. Государственный архив Свердловской области. Прокуратура Свердловской области. Прокуратура СССР. Опись номер 1. Дел постоянного хранения за 1922-65 год. Это оглавление с предисловием. На странице номер 2. Описи архивных материалов Свердловской областной прокуратуры стоит штамп экспертно-проверочной комиссии о том, что данная опись взята на государственный учет 19 июня 1974 года. Согласно акту передачи, все указанные в описи документальные материалы были переданы архивом Свердловской областной прокуратуры в архив Свердловской области, на что и был составлен данный акт 20 июня 1974 года. Архивариус Свердловской областной прокуратуры товарищ Гусева сдала 879 дел на хранение в Государственный архив Свердловской области. Посмотрим интересующий нас материал. Единицы хранения 659-660. Входящий номер по архиву прокуратуры Свердловской области 8 у обоих томов. Заголовок первого тома. Прекращенное уголовное дело о гибели туристов в районе горы Атартен города Ивделя Свердловской области. Крайние даты дел. Графа 4. 6 февраля 59 года. 28 мая 59 года. Графа 5. 392 страницы содержит первый том дела. В графе 3 ниже заголовка указаны том первый, том второй. То есть наблюдательное производство указано без заголовка. В графе 4 стоит прочерк. Количество страниц в деле 74. Какие доказательства дает данная запись? Одно из главных доказательства того, что надписи с оригинальной обложки действительно частично осыпались. В описи заголовок дела группы Дятлова товарищ архивариус архива прокуратуры Гусева при составлении данной описи вносит топоним города Ивделя, что говорит о том, что в 74 году на обложке была такая надпись, которая в последующем полностью осыпалась во время хранения в архиве Свердловской области. Эту опись проверяла экспертно-проверочная комиссия, то есть буквально читая заголовки, и не только. Опись заверена штампом и росписью председателя проверочной комиссии, хранителя фондов Свердловского областного государственного архива. К моменту снятия с оригинальной обложки вот этой копии топонима города Ивделя на ней уже не было, хотя в 74 году он был. Что можно еще сказать о цифре 2, исчезнувшей с обложки дела, если она, конечно, была. Техническое оформление архивных дел, документов на бумажной основе, предусматривает следующие виды работ. Подшивку документов дела, нумерацию, перенумерацию листов в деле, составление внутренней описи документов дела, составление листа заверителя дела, оформление обложки дела. 24 мая 1974 года Архивариус Гусева в ходе подготовки к передаче прекращенного уголовного дела о гибели туристов группы Дятлова вшивает в папку, имеющую твердый переплет, папку наблюдательного производства, которую сформировал прокурор Иванов в декабре месяце 1959 года, о чем свидетельствует расписка от гражданки Музафаровой, сокурсницы либо подруги Николая Тибобриньоля, получавшей вещи, принадлежавшие Николаю, 26 ноября 1959 года. Это последний по дате документ в наблюдательном производстве. Дело находилось в кабинете Льва Иванова в конце ноября 1959 года, спустя 6 месяцев после официального его прекращения. Мало того, дело хранилось в архиве Свердловской прокуратуры с подшитым пустым бланком заберительной надписи. Бланк имеет типографскую форму за период 1950-е годы. Данную запись должна была сделать не товарищ Гусева, а товарищ Роговая Юлия Ивановна, в крайнем случае до 1960 года. А прокурор Иванов должен был сдать ей дело не позднее месяца, после его прекращения, вместе с наблюдательным производством. В 1974 году в архиве прокуратуры уже имелись бланки за 1970-е годы. Вероятно, первый том имел такой же пустой бланк с заверительной надписи, как и наблюдательное производство. Из чего следует, что всю техническую документацию в обоих томах заполняла товарищ Гусева перед отправкой двух томов в областной архив в мае 1974 года. Ответ на вопрос, почему заверительные надписи обоих томов были пустыми до 1974 года, будет в следующих видео. Потому подписывайтесь. Архивный фонд Совокупность архивных документов исторически или логически связанных между собой. Объединенный архивный фонд Архивный фонд сформированный из документов двух фондообразователей и более, имеющих между собой исторические или логически обусловленные связи. При оформлении дел в составе объединенных архивных фондов на обложку дела выносится название того фондообразователя, к которому относятся документы данного дела. При написании заголовка на обложке не допускается повторение технических ошибок старой обложки, произвольного сокращения слов, кроме общепринятых. В случае выявления несоответствия сведений, вынесенных на обложку с содержанием дела, оформляется новая обложка дела. Товарищ Гусева согласно этим инструкциям переносит заголовок прекращенного уголовного дела на новую обложку наблюдательного производства с добавлением надписи «Второй том», тем самым объединив логически два дела. В заверительной надписи «Товарищ Гусева» зачеркивает «Надзорном наблюдательном производстве», что означает изменение заголовка данного производства 24 мая 1974 года. Это видно по цвету чернил. Он одинаков. Следующая заверительная надпись датирована 6 февраля 1996 года. Перед работой над вторым томом соответственно была проведена работа с первым томом. Была сделана перенумерация листов дела согласно описи документов дела. Внесена на обложку информация о количестве томов дела. Нанесена итоговая надпись, характеризующая состав материалов документов, находящихся в деле. проставлены крайние даты документов дела. Протокол допроса Попова от 6 февраля 59 года послужил датой начала дела постановления о прекращении производства по данному делу его завершении, то есть техническими работами по оформлению обложек дел или теперь уже томов занималась товарищ архивариус архива областной прокуратуры Свердловска Гусева 23-24 мая 1974 года. Архивариус Гусева провела все требуемые процедуры согласно инструкции по техническому оформлению архивных дел документов на бумажной основе, проставив даты дела по крайним датам документов фонда образователя, находящихся в деле. В итоге данного анализа усматривается следующее. Крайние даты дела были проставлены архивариусом Гусевой в мае 1974 года. Прокуратура города Ивдель в таком случае имеет отношение только к этим надписям. информацию о том, что в деле имеется документ, не совпадающий по дате с документами дела, товарищ Гусева указала в заверительной надписи первого тома, потому как на обложке для подобной надписи не имелось места. Почему товарищ Гусева не заменила обложку первого тома на новую? Потому что на это не было причин. Состояние обложки на 1974 год было удовлетворительным. Дело имело переплет из жесткого картона. Сведения, указанные на обложке, соответствовали содержанию дела, кроме количества листов, что было исправлено после нумерации. Могла ли архивариус Гусева переписать дату с осыпавшейся цифрой 2 перед цифрой 6 в дате начала дела и перенести эту ошибку на том номер 2. Теоретически могла. Дело в архиве прокуратуры на момент составления описи находилось на полке 15 лет. Для окончательного выяснения, могло ли такое произойти, нужно делать звонки и посылать запросы, на что у меня на данный момент нет средств. Несколько звонков в архив Свердловской области обошлись мне суммы равной месячной оплаты интернета. Пока можно считать мое предположение об осыпавшихся цифрах предположением. А вот факт того, что обе обложки оформила архивариус архива Свердловской прокуратуры перед передачей дел в областной архив на данный момент является подтвержденным как логически, так и документально. Для того, чтобы опровергнуть этот факт, можно попытаться получить ряд документов, не относящихся к засекреченному в кавычках делу, но без материальной поддержки я не смогу этого сделать в ближайшие месяцы, а то и никогда. Таким образом, одна ошибка в безмалово 400 листовом деле и исполнительное отношение архивариуса товарища Гусевой к инструкции проведения технических работ по оформлению документов дел на бумажной основе вынесло описку капитана Чудинова на обложке обоих томов дела о гибели туристов в районе горы Атартен, чем и воспользовались некоторые товарищи конспирологи, выдвинув версию о том, что этот и еще один документ являются свидетельством того, что органы советской власти, органы госбезопасности, прокуратуры и МВД знали о гибели ребят чуть ли не 1 февраля, что в деле находились материалы и документы того секретнейшего расследования, которое после 26 февраля 59 года поместили в другую, более секретную папку, а вот дату 6 февраля на обложке не переправили, да еще и забыли в деле секретный допрос Попова, какие-то неловкие КГБшники попались, допиши любой КГБшник либо Тимпалов, либо Иванов, цифру 2 перед шестеркой, то и улик никаких конспирологам не оставили бы, лишили бы ухарей подножного корма. Да что я все сам да сам, давайте послушаем одного из тысяч раздувателей конспирологического пламени и пепла. В нашей студии председатель общественного фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы пришли с документами и книгами. У вас будет конференция. Она международная или всероссийская? И что там за сенсация? Что значит международная? Она наша институтская, УРФУ, УПИ, но там принимают участие, естественно, иностранцы, которым небезразлична вот эта трагедия и причины, которые тоже их беспокоят. Поэтому будем считать, что международная. Какие новые сведения, что за сенсация там должна быть озвучена? Ну вот на конференции мы озвучим то, что удалось найти одному из исследователей архипу Олегу Николаевичу. Он сам родом из Тюмени. Там он и творит, значит, и пишет книги про дятловцев. Но он плотно занялся архивом Ивделя тем архивом, где велось расследование этой трагедии. И вот в этом архиве случайно совершенно он наткнулся на одну небольшую бумажку. Она поменьше форматом, это копия ее. Вы можете подержать, показать? Ну взгляните, хотя представление все равно у вас не будет полного надо знать текст, я вам кратко его сообщу. Вот этот главный прокурор Ивдельского района пишет записку своему помощнику Каратаеву. дескать, Владимир Иванович, оставляю вас на хозяйстве и, значит, пожалуйста, займитесь мое отсутствие погибшей группой Дятлова. Но, интересно, дата 15 февраля. И в чем тут совпадение? Начали искать группу в 20-х числах. 26-го нашли палатку. Начали искать в 20-х, а тут уже известно, оказывается, они не лежали там на перевале под снегом, а происходило что-то. Вы думаете, что власти знали заранее, и это расходится с официальной? Это подтверждает, что власти знали заранее. И вот еще одно подтверждение. Вот это уголовное дело, которое велось в Ивделе, оно датировано 6-м февраля. Как так? Если бы никто не знал, что они погибли. Так кто бы на... Ошибка, может быть, последующая версия была. Два ошибка, да, и вот там внутри еще есть допрос, который тоже датирован 6-м февраля. Вот он, протокол допроса. Тоже датирован 6-м февраля. Понимаете, три ошибки на одно уголовное дело, например, уболили уже давно. Так дела не шьют, как говорит Иван Грозный. Хорошо. Много бумажек, возможные описки, возможно, последующая версия опубликованная была... Такое ощущение, вы заняли позицию. Я пытаюсь вам оппонировать. Точно это не может быть ошибкой? Нет, не может быть. Ну, как так? В уголовном деле вдруг ошибка. Представьте себе, какой-то подозреваемый, так он, как говорится, он на этом сработает, любой, то есть идет процесс расследования, и вдруг ошибка. его на год раньше посадят, или наоборот, выпустят на год раньше. Это хорошая ошибка. У них это четко все соблюдается в прокуратуре. Это, понимаете, это стиль, это метод, это традиция. Не дай Бог ошибиться. Так дела не шьют, как говорит Иван Грозный. Если кому-то кажется, что Юрий Константинович не знал, что даты на обложку, нанесла архивариус прокуратуры Гусева в 1974 году, а не прокурорские работники, что он подразумевал в своей речи, то спешу вам сообщить, что знал. Я не имею возможности просмотреть вот эту книгу. Интересно, в ней гражданин Константинович показал первую заверительную надпись первого тома от 1974 года либо от 1959 года. В сканах такой документ отсутствует. Странно это. Сканы заверительных надписей второго тома работники архива Свердловской области для Юрия Константиновича сделали, а вот заверительную надпись первого тома только за 1996 год. Может, на этой заверительной надписи стоит гриф «Доступ ограничен?» Расскажите про дело в каком состоянии и что за история с платными представлениями. которое попало нам в руки и хранится сейчас в Государственном архиве Свердловской области. Прокуратура в течение многих месяцев сначала не давала нам возможности с ним ознакомиться, а потом все-таки с облаговолилой мы пришли туда, попросили копию сделать. Чтобы сделать копию мы еще несколько раз делали заявки, то есть прошло год, и вот так время шло, и наконец мы получили разрешение на копирование. И сейчас пришел и сказал вот мне пожалуйста ксерокопия сканированную копию скан всего дела. Директор конечно удивился, говорит, а что же мы потом будем показывать сейчас выдадим вам. Они к этому относятся как к коммерческому делу. Ну и назвали цену 140 тысяч рублей за копирование вот этих вот. Заплатив такую сумму в 2013 году я бы потребовал полное сканирование всех документов дела. Листы заверителей, заверительные надписи после подшивки к делу относятся к документам дела. Исходя из факта отсканированной заверительной надписи второго тома, скан заверительной надписи первого тома был сделан и передан со всеми копиями документов Юрию Константиновичу Кунцевичу. Если такой скан отсутствует в книге, то предположу, что компания а со слов Юрия Константиновича он этим занимался не один, совершила хитрый пиар-трюк. Вот в мое предположение об осыпавшихся цифрах и буквах мало кто поверил, даже обвинили меня в введении людей в заблуждение и еще много гадостей. А вот конспирологическая фантасмагория и по сей день исходящая от компании приближенных к фонду памяти разного рода описывающих деятелей становится обсуждаемым. Десятки тысяч людей принимают эти тезисы и нелепые версии зачистывают монету. Точно это не может быть ошибкой? Нет, не может быть. Конечно, это не ошибка. Это работа архивариусов архива Свердловской областной прокуратуры. Архивариус Гусева поставила дату начала дела по самому раннему документу фонда образователя находящемуся в деле. Вот и вся тайна. Не было никаких тайных поисков до поисков указанных и описанных в материалах дела. Данная версия в свете вышеизложенного несостоятельна. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok